Книга открытым оком, тема богослужения, 23 том, вопрос 3525. У нас батюшка не подает крест, чтобы все оставались после литургии на молебен, который кто-либо заказал. И уходить не приложившись ко кресту вроде бы и нельзя. И уже так устали, что нам делать? Вопрос был задан по телефону из Казахстана, отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Литургия никак не должна быть длиннее двух часов, ибо человек теряет внимание, и у него тогда уже не молитва, а пустое стояние в наличии. Когда произнесено с миром и зыдем, уже можно выходить, не нарушая ни одного правила или канона. Идти из храма разрешил сам этот возглас из алтаря. Нам разрешено целовать свой нательный крестик, дом или распятие, и этого вполне достаточно, чтобы этим засвидетельствовать о воплощении Сына Божия Единородного Отца Светов. А поп тут мудрует, он, видимо, вовсе плотской и играет на невежестве и корыстие. Никаких заказных молебнов за деньги вообще не должно быть, это не сводит молитву до купли-продажи. Но даже самый коростолюбивый поп никогда в этом смертном пороке не сознается. Ему нужно получить десятину с народа и все делать бесплатно. С народом нужно заниматься по слову Божию, и ни одного заказного молебна больше не будет. И, как говорят, «сдохла собака». Поп в скором времени вообще не будет вспоминать кошмары этих пустых стояний на молебнах. Литургии вполне достаточно, чтобы получить просимое. Народ не полуязыческий, а натурально-языческий. И потому отношение к молебнам нисколько не лучше, чем у аборигенов севера, когда они заказывают камлания у шамана. Исайя 59.11 Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его. Спасение, но оно далеко от нас. Исайя 1.15 И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас, отчи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я слышу, я не слышу, ваши руки полны крови. Стихотворение Пугаясь мертвых сами мертвецы, буквально и в духовном рассмотрении. Чуть приболел, продуло и простыл, и ковырком отпущенное время. Мы смертны, слабы, дико и уязвимы. Любой микроб дырявит организм. С трудом бредем, переживая зимы. И лето ждем, как сдохший коммунизм. Индивидуальным каждому подход. У смерти, у болезни захолустный. Нам не дожить, как дед, до 900. Лет через 70 в жилище нашем пусто. Мы смотрим фильмы и шуршим газетой. В учебниках роятся имена. Все бывшие по статусу лишь предки. Посеянные землю в землю в семена. Все мертвецы на кладбище, как их прах. Но сами где их сущность, то есть души. Богатством тешились, блудили на перах. Среди купцов казался хватом ушлым. Все изменилось сразу же по смерти. Вопит и стонет в огненной стихии. К живущим крик, но кто ему поверит? Не верю, твердилась, не сдвинется махина. Мертвящий ужас, вопиющий глаз. В пустыне мертвецами заселенный. Не надо виноватить только власть. Отступниками прозванный спеленок. Что пользы к мертвым руки простирать? Канонизация чужих грехов нам в сладость. Мертвее мертвого, скадильницы пират. С ним только смерть умеет быстро сладить. Иисус, есть жизнь, рождающая свыше. Не отвернись, расслышь, восстань умерший. Есть место средь живых, не окажись же лишним. Признай, что ты мертвец и окаянный грешник. 2007 год. Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий Тихонович Лапкин.